Всем привет! Сегодня я хотела бы поговорить с вами о таких небезызвестных карандашах серии Luminance от швейцарского бренда Карандаш. Luminance это мягкие карандаши на восковой основе, обладающие высокой светостойкостью, очень прочным грифелем и прекрасными техническими характеристиками. Эти цветные карандаши подходят для использования профессиональными художниками для создания выставочных работ, коллекционных, а также для работ на заказ. Но обо всем по порядку. Говорю сразу, что я не имею художественного образования, я не занимаюсь рисунком, я раскрашиваю, хотя и в этом я стараюсь совершенствоваться. Поэтому буду рассуждать со своей любительской точки зрения любителя раскрашивать. Ну и начнем по порядку. Сначала поговорим об упаковке. Карандашики поставляются по 12, 20, 40, 76 карандашей, а также есть подарочный набор в деревянной коробке 80 карандашей. Но вот эти вот 4 лишних цвета, вернее 4 лишних карандаша, потому что там 4 повторяющихся оттенка. У нас на обзоре сегодня полный набор в 76 цветов, а также в комплект входит 2 бесцветных блендера. Так вот об упаковке поставляются карандашики в очень презентабельной коробке из плотного картона. Здесь много всяких пометок. В основном о том, что это качественные швейцарские карандаши. Очень-очень много слов здесь о светостойкости. Здесь также есть вот палитра. Но меня больше всего заинтересовала здесь вот эта вот временная шкала. Это шкала всех значимых продуктов компании. Мы можем ее немножечко с вами поближе рассмотреть. Вот видим в 74 году появились неоколоры. Представляете столько лет тоже. А в 2008 это собственно иллюминации, которые мы держим в руках. Так и значит давайте приступать, давайте открывать и смотреть. Вот когда открываешь карандашики конечно у меня такой был эстетический восторг. Это очень красиво. Обратная сторона крышки с мягким поролоном, который надежно карандашики защищает. Так это мы тоже потом посмотрим. Также очень необычно выполнены лоточки с карандашами. Каждый из них лежит в своей ячейке. вот так вот это выглядит. Тоже ничего с ними не случится при транспортировке. Достаются эти лоточки за вот такие вот бархатные язычки. Удобно и так, ну знаете, такая мелочь, но очень приятная. Обратная сторона, вот не знаю, удастся ли сейчас показать. А нет, смотрите, не попадают. Обратная сторона также покрыта у нас мягким поролоном. Вот, в общем сделали на карандашики очень красиво и упакованы очень надежно. Так это у нас второй лоточек и третий уже, да, третий уже не достается. Здесь два пустых места. Здесь как раз были блендеры бесцветные. Я их уже использовала. Так, я вам сейчас покажу как они выглядят. Одну минуточку. Вот такие вот два бесцветных блендера. Они по размеру с карандашик. Они прекрасно затачиваются. Они очень мягкие, восковые. Вот в такой упаковке вы их получите, если будете приобретать отдельно. Блендерами карандаш я пользуюсь уже достаточно долго. Задолго до того, как у меня появились сами луминансы. И с момента пробы другие блендеры у меня лежат. Очень имеет необычный эффект. Но об этом мы поговорим с вами в другом видео уже, где обсудим все блендеры, которые у меня есть. Которыми я пользуюсь или имела опыт использования. Вот. Поэтому здесь просто мы так ознакомимся, что они здесь тоже есть. Очень классная штука. И, кстати говоря, в наборе, которые шли, они менее хрупкие, чем вот те, которые отдельно. Поэтому делаем выводы, что очень здесь все-таки важна транспортировка и хранение. Так вот, продолжим о карандашах. Карандашики у меня появились практически три месяца назад. Поэтому я уже их использовала. Некоторые также у меня есть дополнительные оттенки. Ну, они поменьше. Я вот сюда для обзора уже положила более такие целенькие карандашики. Ну, я ими уже попользовалась. Поэтому думаю, что уже можно делать какой-то обзор, какое-то мнение сформировалось. Несмотря на такое высокое качество исполнения упаковки, мне неудобно ее использовать. Я карандашики храню в отдельном пенале. Ну, так я храню все свои карандаши, поэтому не показатель. Ну, и давайте же посмотрим карандашик поближе. Он у нас диаметром 8 мм. Грифель диаметром 3,8 мм. Мне очень нравится такой дизайн, что карандаш не покрыт полностью цветом. Он такого натурального цвета, покрыт матовым лаком. И в цвете у нас только вот глянцевый наконечник. Так, постараюсь поближе показать. Вот так вот он выглядит. Значит, что мы видим еще на карандашике? Мы видим штрих-код. Это нужно для поштучной продажи. Ну, согласитесь, выгравированный штрих-код это куда интереснее, ниже ли наклейка, которая есть на полихромосах или те же дервентах. Видим здесь название линейки, название цвета на швейцарском и английском, и номер. Вот так вот это выглядит. Максимально приблизило. Написано карандаш и что сделано в Швейцарии. А также указана светостойкость. По поводу светостойкости все-таки нужно поговорить отдельно, хотя бы, хотя бы минуточку, поскольку это профессиональный инструмент, одной из характеристик которого является именно светостойкость, поэтому упустить это было бы неправильно. Возьмем вот несколько карандашиков разных. Сейчас я вам покажу, чем они отличаются. Красный карандашик у нас это светостойкость от 50 до 100 лет. Зеленый это более 100 лет. Это максимально доступная светостойкость у цветных карандашей. 80% этого набора, то есть это 61 карандашик, имеют максимальную светостойкость. Это более 100 лет. И 15% от 50 до 100. Но это не значит, что через там 100 лет они вот исчезнут. Это значит, что они могут иметь какие-то изменения. Именно светостойкостью продиктована та палитра, которую мы видим, тот набор цветов. Также помимо светостойкости влияют пигменты, которые производитель использует для изготовления карандашиков. Где-то читала о том, что используются только натуральные красители. Вот поэтому тоже это вносит некие коррективы. На сегодняшний день полная палитра карандаш-луминанс составляет 76 оттенков. Почему на сегодняшний день? Потому что, если я ничего не напутала, летом должны выйти еще 24 оттенка, тем самым расширив палитру до 100 цветов. Очень уж хочется побыстрее получить эти карандашики. Покажу вам выгрузку свою, раз уж мы говорим о палитре, хранится она у меня вот в плотном матовом файлике. Это обычный альбомный лист. Изначально это задумывалось как тестовая выкраска, когда я получила карандашики. Я, естественно, захотела сделать какую-то выкраску, к принтеру у меня доступа не было. И думаю, сделаю так, потом переделаю. Но по итогу именно такой формат мне оказался очень удобен. И я вот оставила все как есть. Посмотрим сейчас с вами немножечко ближе к палитру цветов. С этой палитры сразу мы видим и плюсы, и минус этого набора. Минусы это, собственно, отсутствие действительно вот таких коричневых цветов. Есть какие-то охристые, но это все же не совсем коричневые. А также проблема с зелеными. Вот такой единственный натуральный зеленый, это вот 225-й Moss Green. Остальные они такие уже не очень естественные. А в нашем деле вот коричневые, зеленые, это всегда чем больше, тем лучше. Поэтому этот набор не может быть универсальным. Или же нужно докупать поштучно, не хватающие вам оттенки. Либо же Luminant все-таки есть дополнительный набор. Для чего же он нам нужен, если он не универсальный? Здесь нет многих очень нужных нам цветов. Именно из-за сложных припыленных оттенков, которые здесь на самом-то деле больше половины. Это вот вся вот вторая часть, вот мы видим. Это все такие неяркие натуральные оттенки, которые очень помогут в раскрашивании портретов, в раскрашивании животных. Поэтому можем делать уже какие-то выводы, если вы имеете уже набор карандашей универсальный, где есть вам и достаточное количество зеленых, и розовых, и коричневых, и всего-всего остального. И вам хочется чего-то более сложного в плане набора оттенков, если вы любите раскрашивать портреты. Это очень хорошее приобретение, поскольку я в своих портретах использовала, ну, наверное, половину оттенков в разных портретах. Я пробовала разные комбинации цветов. И, вы знаете, очень хорошо карандашики наслаиваются, очень хорошо дружат друг с другом, и портреты получаются очень естественными. Ну, вот мы плавненько подходим с вами уже к следующему моменту. Это к техническим свойствам карандашей. Карандаши очень мягкие. Мягкость их равна 7b. К сожалению, это не официальная информация. Официальную информацию я по этому вопросу не нашла, как не старалась. А 7b это тот показатель, который назвала нам Лили Хоплит в своем тесте, вот где она тестировала 50 разных марок карандашей. Согласно этому тесту, мягкость этих карандашей составила именно 7b. Это очень-очень хороший показатель. Опять-таки, по тому же тесту, мягкость призм составила 6b. Но по ощущениям я вам не скажу, что люминансы мягче. Мы с вами потом немножко попытаемся ими порисовать, и я сделаю камеру ближе. Я надеюсь, что вы сможете как-то увидеть и все-таки прочувствовать текстуру и тот эффект, который дают нам эти карандаши. Так вот, по мягкости они мягче призм, ну согласно цифрам по тесту. Но там не такой хрупкий грифель. Несмотря на прочный грифель, они не похожи на полихромосы. Ну, в общем, это что-то совершенно иное. И очень интересно. Очень интересно работать с этими карандашами. Они как-то как ложатся на бумагу, очень жирненько, очень мягко. Несмотря на их мягкость и способность перекрыть бумагу с первого слоя, они также способны давать легкое покрытие. Именно это мы и ценим в карандашиках, которыми раскрашиваем портреты. Также стоит отметить, что люминанцы прекрасно дружат с другими моими карандашами. С призмами, с полихромосами. Вот, кстати, с полихромосами, они настолько разные, что я думала, тут уже или одно, или другое. Но я их также смешивала, опять-таки, в тех же портретах, где миллиард слоев. Очень хорошо друг с другом они все-таки работают, не конфликтуют. И это очень хороший показатель. По смешиванию цветов, знаете, есть у меня такое ощущение, что под какие два-три карандаша из набора ты не возьми, получится очень красивый переход. Ну вот какие-то вот здесь продуманные все же цвета, которые очень хорошо друг с другом гармонируют. Так, это мы сейчас с вами посмотрим. Давайте сейчас о минусах все-таки. По техническим свойствам минусы тоже у нас есть. Это у нас вот такой вот замечательный карандашик, который как раз в портретах очень-очень был бы нам полезен. Вот это у нас, нет, это не тот, минуточку, где же он? Ага, вот. Это у нас сиена 10% вот этот вот карандашик. Так, давайте мы это так вот уберем. Значит, что не так с этим карандашиком? У меня их есть два. Можно было бы подумать, что их у меня два, потому что это вот такой нужный цвет, и это действительно так, это действительно нужный цвет. Но этих карандаша у меня две штуки, потому что в наборе пришел бракованный карандаш. В чем это заключалось? Ну, собственно, в грифеле и в примесях, которые ужасно царапают бумагу, и он непригоден к использованию абсолютно. Я не сказать, чтобы сильно его стачивала, ну вот, давайте посмотрим, какой-то карандашик не подточен еще. Ну, вот так вот. Ну, как-то жалко было. Ну, там где-то по 3-4 заточки я сделала, и это не дало абсолютно никакого результата. И я заказала себе отдельно вот такой же карандаш в другом магазине. И что бы вы думали, перешел он с той же проблемой. Вот. То есть это, ну, так уже какая-то хроника, потому что это не один бракованный, а в другом магазине абсолютно. карандаш OpenStalk, и абсолютно та же проблема. Я уже даже не знаю, где какой был, потому что они одинаково плохи. Для того, чтобы как-то им рисовать, я его затачиваю. Вот. Потом вот так вот, как вот на вот этом вот карандашике, вот я его вот так вот от бумагу стачиваю, просто вот так вот. И тогда им можно немножко рисовать. Потому что, ну, цвет очень красивый, он чем-то похож на розе беж от призм. Но, все же, немного другой подтон имеет. И таких карандашей я у себя не нашла. Потому, ну, вот. Очень полезный карандашик. Лучше бы какой-то желтый у меня попался с этими вкреплениями. Было бы не так обидно. Ну, давайте попытаемся все-таки посмотреть и наслаиваемость, и укрывистость, и смешивание, ну, и вот этих вот два красавца поближе. Так. И вот я, насколько могла, приблизила камеру. Давайте попытаемся с вами посмотреть несколько оттенков. Все-таки, как же они ложатся на бумагу. Постараюсь делать так, чтобы было видно. Очень хорошо, очень мягко, очень приятно. Вот прям получаешь удовольствие. Можно так же делать и легкое покрытие, и так же, как вот здесь, закрасить бумагу в один слой. Да, они немного пылят, но для меня это не является проблемой. Абсолютно спокойно к этому отношусь. Берем вот другой вот цвет, и давайте попытаемся их смешать. Да, я левша, и не очень хорошо, к сожалению, это все видно. Ну, вот насколько, насколько возможно. Вот, то есть, в принципе, карандашику и блендер-то не особо нужен. Ну, давайте еще посмотрим какие-то другие светлые оттенки, которые так необходимы нам в портретах. Так, это у нас вот 872 оттенок. Вот так вот он выглядит. Потом могу рекомендовать оттенок номер 842. Тоже для этих же целей. Насчет расхода карандашиков, что хочу сказать. Ну, расход такой, немаленький. Но, опять-таки, так же, как и у призм. Это очень зависит от того, все-таки, как вы их используете. Если вы покрываете бумагу вот с первого слоя, вот так, как я делаю вот в начале. Ой, я прошу прощения. Вот как здесь. То, конечно, расход любых карандашей, даже экономных полихромосов, все равно будет очень и очень высок. А если же работать легкими слоями, то, конечно, там существенно снизит расход карандашей. Ну, тут, опять-таки, в зависимости от того, какие цели вы преследуете. Если вы преследуете цель закрасить бумагу с одного слоя, то, да, если это портреты, опять-таки, те же, то, ну, это просто бессмысленно. Так, далее мы посмотрим цвет 571. Я понимаю, что они все были на выкраске, но я думаю, что несколько цветов вот так вот в реальном времени посмотреть, все-таки, как же они наслаиваются. Это будет очень полезно. Очень красивый цвет абрикосовый. Очень он такой, вроде бы, и простой, но он необычный. В других моих наборах именно такого оттенка я не встречала. Еще можем посмотреть вот такой вот цвет. Это у нас французский серый 10% 802. Я очень надеюсь, что как-то вот камера все-таки может немножко передать ощущение от рисования карандашиком, от их текстуры. Очень красивый цвет. Вот фиолетовый серый. Это 0,93. Вот, смотрите, какая красота. Вот этот цвет я тоже использую в портретах для теней. Вот не очень корректно все же камера передает. Это я как-то вот так вот лучше. Можно посмотреть. Так, ну и давайте еще какой-нибудь красивенный посмотрим. Это у нас светлый баклажан 0,95. Так. Вот. Как-то бы не закрывать вам это все. Так. Несколько цветов мы с вами посмотрели. В основном я выбрала вот просто подряд, которые лежали. Значит, что еще? Еще отдельно хочу заметить карандашик под номером 801. Вот такой вот он. Баб Титаниум. Если я правильно произношу. Значит, это у нас... Значит, сам по себе это карандашик вот такого вот цвета. Не знаю, будет ли хоть что-то видно на камеру. Ага, ну, что-то видно. То есть это как айворь у Polychromos. Это светлее крема, вот который крем. Между белым и крем. Вот такой на вид. Это будет, наверное, самое правильное описание цвета. Очень полезный карандаш. Опять-таки в тех же портретах. Вот сейчас с вами посмотрим, что он собой представляет. За счет того, что по ощущению, карандаши довольно мягкие, они очень легко наслаиваются, ну, практически в бесконечное количество слоев. Даже уже вот после вот того, что я только что сделала. Вот, кстати, тут вы можете видеть вот этот вот желтенький. То есть он как белый, только он не высветляет. Вот я его для таких целей использую. Давайте посмотрим работу белого карандаша. Раз уж о нем столько говорят, не можем его не попробовать. Работает он вот так. То есть очень классно выглаживает, высветляет, где надо, где не надо. Я впервые делаю обзор карандашей, и мне достаточно сложно все-таки понимать, что нужно говорить, что не нужно, хотя я их сама миллиарды уже пересмотрела. И давайте еще буквально секундочку посмотрим на работу блендера. Что дает этот блендер? По смешиваемости мы с вами уже пронаблюдали, что карандашики хорошо смешиваются и так без каких-либо дополнительных приспособлений. Вот, но все же давайте немножко посмотрим. Вот я нанесла два цвета не очень плотно, оставляя вот проплешинки. Вот так вот, так будет видно. Так, и вот, собственно, что делает блендер. Блендер делает вот так. Он убирает белые проплешинки, и еще производитель предоставляет информацию о том, что блендер добавляет, ну, какой-то там дополнительной защиты ультрафиолетовых лучей. Ну, не очень хорошо здесь видно, вот как-то пока с приближением камеры. Мне нужно еще подумать, как же все-таки это делать так, чтобы было все понятно. Ну, вот давайте еще один, может быть более темный, он будет показательнее. Карандашами можно и большую площадь заштриховывать, если это будет необходимо. Вот так вот, немножко небрежно мы это сделали. И так. И вот блендер дает нам вот что-то вроде вот такого вот эффекта. Да, крошатся карандашики, это есть. Блендер очень советую, если люминанцы не привлекают, то очень советую купить отдельно блендер. и попробовать. Так, и вот как я говорила, вот этот вот 862 цвет мне пришел с браком. Вот не всегда это, к сожалению, видно. Ну, вот как смогла, я вставлю еще у меня из очень хорошего качества макрофота, где это все видно. Вот. Вот, смотрите, если вот какой-либо другой карандашик рисует у нас вот так, то этот вот, вот он просто царапает бумагу. Вот здесь вот. И это он уже сейчас просто подсточился, вот видите, и поэтому это более или менее. Но когда только карандашик затачиваешь, рисовать невозможно. То есть я, ну, постоянно вот на половину его стачиваю, то есть заточила, на половину сточила, и тогда плюс-минус им можно рисовать. И так себя ведут у меня два карандаша. Поэтому очень-очень обидно. Я хотела бы показать вам поближе то, что мы с вами рисовали. Вот в таком вот положении камеры более натурально передаются цвета. Здесь у нас работа блендера. А также вот, собственно, то, как царапает вот этот вот розовый карандашик. Вот так вот, смотрите. Вот так здорово видно, по-моему. А также я немного порисовала на черной бумаге уже вне камеры. Ну, я думаю, это уже не столь важно. Но результат я вам покажу. Вот, на черной бумаге очень хорошо видна укрывистость. И светлые цвета есть, и темные. Очень ярко выглядят. Если мы говорим о люминансах, мы не можем не сказать о стоимости и о доступности этих карандашей. Это достаточно дорого. Назовем цену европейской. Это связано с тем, что производители изготавливают карандаши непосредственно в Швейцарии. И этим, собственно, продиктована стоимость. О доступности. К сожалению, они не такие доступные, как, например, те же полихромосы, которые можно купить в любом художественном магазине. Но на иностранных сайтах можно купить и наборы, и также есть продажи карандашей поштучно, что не может не радовать. Главное, найти за вменяемую цену, потому что не везде она вменяемая. Будьте внимательны. Я оставлю ссылку там, где покупала я. Обязательно регистрируйтесь, чтобы увидеть все-таки реальную цену карандашей. И также советую подписаться на рассылку новостей, потому что это дает вам еще дополнительно 10% скидку на весь заказ. Также доставка мне в Киев была бесплатной, очень быстрой. Ну и подведем краткие итоги всего того, что я здесь наговорила. Карандаш Luminance это, несомненно, карандаши очень высокого качества. Они мягкие, с очень прочным грифелем, прекрасно наслаиваются, очень укрывистые. И, честно, это очень приятный материал в работе. Если вы его пробовали, вы поймете, о чем я говорю. Если нет, но есть желание попробовать, я посоветовала бы купить несколько штучек самых интересных для вас оттенков, светлых, телесных, припаленных оттенков. Они правда уникальны, и в других наборах вы их просто не найдете. И ознакомьтесь, вводите в работу, я думаю, что они вам не помешают. А также по поводу применения Luminance в раскрасках. Этот набор это не необходимость, он не станет вашим основным ввиду специфической палитры. Но он станет прекрасным дополнением к уже вашим существующим наборам, если душа требует чего-то нового. В работах предпочитаете видеть более натуральную гамму, опять-таки те же портреты, с которыми я уже, наверное, всем надоела. Тогда очень советую, они, несомненно, вас порадуют. Это был мой первый обзор карандашей, который дался мне очень-очень сложно. Я надеюсь, кому-то я была полезна, и вы все-таки узнали что-то интересное, возможно, новое в этом обзоре. Я буду очень рада вашим просмотрам, комментариям. Спасибо, что заглядываете на мой канал, заходите почаще, я постараюсь как можно быстрее совершенствоваться и подготовлю еще несколько интересных обзоров. Всем до новых встреч, пока! Продолжение следует...